И ты начал зарабатывать больше, ты начал там что-то это... От женщины зависит там высим успехом уже, да? И когда ты вот развелся, женился на другой, и твои доходы упали, ты явно что-то не... Нет, если ты женщина. Чего ты женщина? Развелась, да, допустим, второй брат или третий брат. То же самое. То же самое, какая разница. Если ты выходишь замуж, и твое состояние улучшается и физическое, и материальное, значит, ты сделала правильное. Если ты вниз падаешь, значит, все плохо. Значит, все попало. Значит, что он не твой человек? Это нет, это просто взаимоотношения. Он начинает с тебя жрать, и вы начинаете оба падать. Если очень не конец. И что надо делать таким? Да, что нужно делать? Когда падаешь? Да. Нет, допустим, когда... Надо менять женщину, мне кажется, или партнера. Если ты не женат, то этот... Если женат, тогда надо себя друг друга раскачивать. А если раскачивать? А он говорит, знаешь, мне вообще там так все комфортно. Это вот вчера прямой эфир смотрели? Я не хочу рожать. Это я полночи уговаривал ему родить. А в Америке тем же. Да, да. И она говорит, я его вдохновляю, я ему говорю, что он орел. У тебя все получится. Я в тебя верю. А он говорит, роди мне ребенка. А как ты его будешь содержать? Это же недоверие. Да. Это же высшая форма недоверия мужчины. Роди, Игорь, бывает, наоборот, двоих родить. А он таки не раскачался. Я понимаю. А она бьется. Я понимаю. Но ты же его пихаешь, ты его пинаешь. Ты же хочешь, чтобы он рос. Ты же ему веришь. А когда он тебе говорит, роди ребенка, я тебя нет. А тебя я пока не готова родить. Он не будет доказывать, ну, уже доказывали в 19-20 лет. Когда тебе 27-28-30, кто тебе что-то будет доказывать? Ну, в смысле, особенно в Казахстане. Хорошо. А эталонные взаимоотношения в начале? Эталонные, это... Ну, как, допустим, пример отношений. Какая женщина, какого мужчина. Комфортно. Какое сваление? Вообще, прожить счастливую, хорошую жизнь можно практически с любым человеком. Практически с любым. Ты должна выбирать его каждое утро. Я выбираю с тобой жить сегодня. Я выбираю с тобой жить завтра. Я выбираю с тобой жить всю жизнь. Это ежедневный выбор. Любовь пройдет очень быстро. Останется носки, быт и там... Ну да, а если находится лучше, тогда, конечно, нужно выбирать. Ты сказали, что про раскачивать. Это что значит? Это вот уровень нормы задирать постоянно. Развивать. Это не только в деньгах. Просто в деньгах понятнее. В отношениях. Культуру прививать. Может быть, там человек необразованный. В театр его поводить где-то. То, чего тебе не хватает, ты его начинаешь доворачивать. Он говорит, фу, лажит. Ну, ничего страшного. Пусть приходит, плюется. Потом это останется все равно. Пусть плюется. Вот можно вопрос? Бывает иногда... Бесит тебя, муж как кушает, как бьет. Редко, но бывает. Бесит вот. Это на тренинг приходите или на мастер-класс послезавтра. Бесит. Это нервы, да, не в порядке. Это невротическое все. Это невротики. Это нужно проораться, проплакаться. Это надо вытащить и тебя отпустят. Сегодня девочка на индивидуалку приходила. Она говорит, мне так хорошо. На работе даже сказали, что ты какая-то спокойная. Она постоянно дергана. Это невроз, не надо работать и пытаться. Бывает даже, что дети куклы, там, и чашлы, тебя вот так прям трясут. А вот этот момент, когда, допустим, жена, да, первый, получается, в контуре, да? И мужчина начинает обесценивать, скажем. И как в этот момент, чтобы он тебя как раньше ценил? Ты его восхваляй, и он будет тебя оценить, в моем случае. Это взаимоуважение должно быть. Если он тебя бесценивает, начинает бить по голове ногами, бухать, и там, левать, и ты убираешь, поменяй. Ну да. Лучше поменяй. Значит, не тот мужик это. Можно вопрос? Как бы ты хочешь внимания, вот он уже не экстразонственные мысли читает, что ты там целлюлитную, тяжелую, в суши хочешь, а ты хочешь, чтобы он угадал. Как ты можешь... Я так люблю помидоры! Я тебе говорю, я так люблю помидоры! А если на прямую говорить, а он все равно не понимает, на прямую пойду? Он не так... На прямую можно добавить? Не требую только. Я так люблю помидоры, мне так нравится, когда ты мне даришь цветы. Хотя ты этого сволочи никогда не делал. То есть, ну... Просто у меня, у нас какие-то отношения, 12 лет в браке мы, просто мне надо все говорить. Ну про голову. Он сам никогда не додумывается. Мы сами не додумываемся, не переживай. Природ в них-то. Мы сами не додумываемся. Нет, вот у меня брат родной, да? Вот он ее мысли читает, вот честное слово. Ну, знаешь, всегда сестра завидует снохе. Тебе кажется, что именно если такой же мужик, как мой брат, ты вообще вот счастливая была? Да, да. А твоя мужик точно такой же, как мой брат, знаешь? Разве раскачка это не насилие? Получается, если насильно таскать его там, не знаю, в театр, это не считается в театр. Вы же можете меня туда заманить и пообещать какой-нибудь там невероятный секс. В партере. Вот нахрад, но вот. При всем. Индрига, да? Да, да. Мужчина, сколько можно кто здесь? Вы обязательно выглавляете. Вы же, девчонки, только не надо нас, не приведи вас Господь нас притащить в прямую. Не выходите с нами на тропу войны. Вы получите, по рогам так вам мало не покажется. Да, да, да. Не надо выходить в лобовую атаку. Будьте немножко гибче. Все. Вовремя пролучать, да? Что вовремя? Ну, вините попой и идите. А еще вот такой вопрос вообще есть, например, отношения к отцу? То, что девочка видела, да? Нет, нет. Нет. То, что увидела, какие отношения были родители, типа сценарии проигрываются. Да, повторяйте. Да. Чтобы не повторять, можно ли? Можно. Смотрите, те, кто несчастная, несчастливая семья, ну, неблагополучная, там, развелись, пил-бил, дургался отец, там, вот это. Вам надо найти семью, вам будет очень тяжело найти семью, пару, которые прожили лет 20 часов. Среди родственников, подруг, вы напишите в фейсбуке, срочно нужна пара счастливая, где сходите к ним в гости и просто посмотрите. Просто посмотрите. Это как у художников, должна быть насмотренность. Ты должна увидеть или должен увидеть, как бывает иначе. И оттуда, да. Меня знаете, что спасло? Потому что я жил у тети с дядей. Они очень интеллигентные люди. Они, наверное, я не знаю, насколько голов они выше меня даже сейчас, потому что настолько интеллигентных людей я не часто встретишь. У меня есть друзья, они капец какие интеллигентные. Но из родственников, это самая такая семейная пара, я у них прожил 5 лет. Я насмотрелся, нахватался от них того, чего не было у моих родителей. То есть у меня папа всегда кричит, да, там, на повышенных тонах. Я тоже кричу, но уже тише. Я тоже кричу. Я могу где-то сдержаться. Я могу где-то спросить. Я могу посыть, но я все равно, у меня вот это вот отцовское поведение, оно мне вскрывается. Нам свойственно всем отрицать своих родителей. Да? Я не буду как мама, я не буду как папа, я не буду как этот. Ты будешь точно такая же, как твоя мама. Я буду точно такой же, как мой папа сейчас, подожди. Нельзя отрицать. Никогда не отрицайте своих родителей, родственников, тетей, дядей. Оставьте и позвольте им быть такими, какие они есть. Но ты можешь быть наилучшим проявлением своей мамы. Ты можешь быть лучшим проявлением своего отца. Но не отрицайте. Он имел право так жить, и ты не знаешь, в какой он был ситуацией. Но ты можешь изменить и жить свою жизнь по-другому. Ты можешь быть наилучшим проявлением своих родителей. Немножко детям зайдем, если вас туда заносят.